Ариару, мои маленькие люди, и покушать, и мы продолжаем. Этот ролик и задумывался изначально как разговорный, поскольку в майне несколько последующих реальных дней мы только и копали ресурсы на постройку дальнейших ферм. В этот период было необходимо построить ферму стрел по совместительству и ферму костей, которую вы и можете наблюдать на фоне. В ее постройке нет ничего сложного, стандартная ферма из стандартных версий с медленным приростом. В ответ на это должен следовать ваш логичный вопрос, а собственно нахрена, если есть ферма мобов. Да, с одной стороны не логично, но зная, что эта ферма мобов будет снесена из-за неэффективности, то и логичный вопрос пропадает сам по себе. Ферма мобов такой модели как у Илиши была эффективна только на начальных этапах, так как потом из-за роста потребностей в порохе, стрелах и костях она уже была неспособна выполнять свои задачи. И гораздо рациональнее построить несколько разнозадачных ферм, ускоряющих производство ресурсов. И одна из первых таких ферм это ферма скелетов. Правда ее кроме меня никто не использует. Но это уже совсем другой вопрос. Главное, что она выполняет свои задачи и меня это полностью устраивает. Ну а после проведения проводки и для возможного отключения фермы, и уже после того как она была завершена, было необходимо решить проблему вечно ломающихся вещей. Да, 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 речь идет о глобальной постройке рынка с жителями. Но не так быстро мои шумные, всему свое время. Ну а пока настало время для постройки фермы арбузов и тыкв. Они реально простые, настолько, что даже пока я говорил эту фразу, они были построены. Арбузы не основной, но все-таки необходимый ресурс для торговли. Поэтому пусть будут. А потом была скучная постройка фермы дерева. Лучше бы я ее не строил, потому что это дико неинтересная и ненужная вещь. Да, она фармит ресы, но лучше делать это ручками. А вот потом и началось. Ребята! Мои несколько бессонных ночей. Постройки этой ебаной деревни. И сколько у меня ненависти накопилось к ней, вы просто себе не представляете. Поначалу все было хорошо. И я строил эту ферму, используя жителей со старой фермы Ильи. Но как оказалось, что она, впрочем, как и все его фермы, не работает. Но это пока мне не мешало, поскольку у меня был некий запас по жителям, которых я мог бы использовать. Моя цель была вывести одного главного жителя, у которого была бы книга на починку. Ну а остальных бесполезных я, как правило, убивал. Ну, за исключением тех, которые могли бы приносить пользу. Например, если бы у них в продаже были очень хорошие книги. Ну или дешевые цены. Когда же я находил жителей, которые меня удовлетворяли? Это очень странно звучало, но не суть. Так вот, к этому жителю неожиданно заходил гражданин зомби для заражения его своим вирусом. Ну а после чудный доктор излечивал уже на тот момент зомби-жителя для улучшения цен при торговле. Ну а об этих тонкостях в следующей серии. Ну а напоследок серии я оставил ферму, которой при постройке города я очень часто пользовался. Потому что это ферма тростника. И как ни странно, она приносит бумагу. А этой бумагой я выторговывал у жителей изумруды для последующих с ними торговли. Было сейчас очень запутанно, но короче она очень нужна. А также мы часто ей пользовались и на пастгеме, когда крафтили элитры. У меня остался, к сожалению или к счастью, лишь материал постройки первого этажа. Но для отчетности уведомлю, что всего их было два. Но поверьте, этого и так хватало. Единственный недочет фермы? В сборе самого тростника. Потому что по словам Ильи, куча хопперов нагружала сервер. Поэтому впоследствии я перестроил ферму таким образом, чтобы уже фагонетка собирала тростник. Не скажу, что это повлияло на производительность. Одно точно уверен, что на одного ебальщика мозгов стало меньше. Ну а о торговле с жителями, о их разведении, о всех тонкостях, что мне предстояло. Это будет в следующем видосе. А также предлагаю вам придумать название этой, пока безымянной, общаги с жителями, которая в будущем будет становиться только больше. Вы могли заметить, что я немного поменял формат ролика. А также планирую изменить формат всего на канале. Не глобально, но все же. Каждого дисплея это коснется. К примеру, проведу то, что случилось с КСП. Ну вы уже в курсе, если смотрели. Наверное, это все же влияние ВИИ на меня. Но сейчас не об этом. Я о том, что я в ролике буду запихивать больше на снятого материала, поясняя за кадром. Ну или при записи свои действия. Может я как-то неправильно объяснил? Но я надеюсь, суть вы уловили. Главное, что я надеюсь, это только в лучшую сторону повлияет на качество моих роликов. Все это, ребят, я делаю для вас, для моих маленьких любителей покушать. Спасибо вам за все. Без вас этого бы не было. А так как это видео должно выйти к 8 марта, еще и с праздником, дорогие девушки, смотрящие это видео. Надеюсь, что все-таки такие есть. Но это, как всегда, я не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...